МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Итак, вы на канале Самаргиз. И сейчас в эфире программа «Хочу домой». Как всегда, напомню, что это программа о бездомных животных, о собаках и кошках и не только. Совсем недавно мы были на выставке породистых собак, где был ринг для приютов, и там мы видели, что отдают, оказывается, черепашек и морских свинок, и даже кролика. А в нашей программе мы пытаемся помочь обрести животным свой дом и новых владельцев. В каждой передаче мы выпускаем серию видеовизиток о тех собаках и кошках, которые готовы уйти из приюта. В каждой программе, и сегодня не будет исключения, мы показываем сюжеты, так называемые практикумы, чем можно заняться собакой, не только породистой, но и беспородными, или, как их еще называют, метисами. И сегодня вы увидите сюжет с недавней выставки собак и кошек из приютов, которых безвозмездно отдавали в добрые руки. И, кстати, мы расскажем о новом увлечении, даже не новом. Оно было и раньше, но, как говорится, вышло на новую волну популярности выборка вещей или поиск искомых предметов с заданным запахом. Весьма интересное занятие. И, конечно, это разговор в студии с гостями или гостем на тему бродячие бездомные и дикие животные на улице городов. И, что самое главное, как решить эту проблему. Мы беседуем с одним из руководителей Центра реабилитации временно бездомных животных флагман ВЕТ Инны Тарасенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы опять в нашей студии, как я и говорил, что мы будем вас часто здесь видеть. И я думаю, это правильно. Наверное, самый главный вопрос была в выставке «Расскажите о ней», что там было, что происходило. Но, естественно, не забываем о том, что у нас будет короткий небольшой сюжет. Но мы, правда, как я уже заявил, будем рассказывать о том увлечении, чем можно заняться не только с породическими собаками, но и беспородными. Спасибо еще раз за то, что пригласили. Это был шестой фестиваль «Друг человека». Напомню, что они у нас появились в городе с 2018 года. И мы стараемся проводить их раз или два раза в год в зависимости от того, насколько это сделать реально. Сами понимаете, в этом году обстановка была при подготовке к фестивалю напряженная. Но, тем не менее, несмотря ни на что, было огромное количество участников. Я думаю, вы это видели. Приехали даже те приюты, которые не участвовали в предыдущие разы. И результаты вполне себе неплохие. Было пристроено 59 кошек, 14 собак, и, как вы уже сказали, даже кролик и несколько грызунов. Слушайте, это очень-очень хороший результат на самом деле, потому что я думаю, что народ не будет на этой выставке. Но, тем не менее, люди как-то сподвиглись и пришли. И я даже сам был свидетелем. У нас есть даже, так сказать, пару интервью с людьми, которые взяли собаку и кошку. Ну, как-то так вот нам повезло. А сколько было участников вообще примерно? В самом павильоне одновременно было практически 200 кошек и около 150 собак. Это большое количество для выставки, но в масштабах того, сколько животных ищет сейчас дом, находясь просто в приютах, конечно, это очень небольшой процент. Только у нас в центре сейчас практически тысяча кошек и собак совместно. Ну, и сами понимаете, что даже общее число павильона это всего лишь 10%. Ну, да. Все-таки забирали больше кошек. Почему кошек забирают? Я думаю, это связано с тем, что люди, конечно же, большую часть времени сейчас проводят на работе. И их немного пугает то, что собаке нужно уделять много времени. Гулять с ней, естественно. Есть люди, которые работают по 12 часов. И, конечно, каждый задает вопрос, как мы будем гулять, как он будет дома, пока меня нет. Естественно, в этом смысле с кошками попроще. А вот смотрите, когда люди берут собаку или кошку, вот они понимают о том, что это все-таки ответственность и так далее. Как вы проверяете, как вы смотрите, и как потом отследить то, что вот это животное, чтобы оно не было выброшено на улицу? Мы стараемся, конечно же, да, с людьми беседовать и составлять договора ответственности. Спустя много лет таких собеседований уже, конечно, по некоторым вопросам становится понятно, с кем точно разговор вести дальше не стоит. Конечно же, мы не экстрасенсы и также можем допустить какие-то ошибки, но в основном самое страшное, что может произойти, это возврат. То есть мы сразу же объясняем людям, что не бойтесь нам сообщить о том, что животное не подошло. Мы к этому относимся спокойно. Лучше позвоните нам, и вы обязаны по договору вернуть его там, где вы взяли. Лучше сразу человеку открыть все карты, потому что многие люди воспринимают возврат или отказ от какого-то предложения как некий стыдный какой-то поступок, и пытаются это скрыть. Поэтому мы стараемся сразу им сказать, что в этом нет ничего страшного, попробуйте. Инна, вот послушайте, вот здесь вопрос, как достучаться до сознания людей, чтобы люди все-таки брали, не боялись брать беспородных собак. И самое главное, почему-то, опять же, вот я наблюдал, там было несколько щенков, и почему-то больше народ подходит к этим щенкам, смотрит, спрашивает, ой, какой маленький, какой хороший комочек и так далее. Но почему-то, когда спрашиваешь, почему вы не берете собак взрослых? Это же, по сути дела, минус, вот эти самые проблемы исчезают. Там, что собака писает, как ее дома, грызет что-то и так далее. Ну, вот как достучаться до этих людей? Вы знаете, какой-то стереотип? Да, есть стереотип, что собака, у которой хотя бы год, она уже не подлежит перевоспитанию, она уже полностью сформирована, и нет никакой возможности ее, скажем так, подстроить под свой ритм жизни, под себя. На самом деле, конечно же, это, я думаю, вы согласитесь, просто стереотип и ничего более, потому что щенок – это ребенок. И, конечно же, в ритме жизни сейчас нынешним заниматься им действительно можно себе позволить только человек, который живет дома или работает из дома, то есть не сидит на работе круглосуточно. Поэтому мне кажется, что все равно вот с этими мероприятиями, с развитием социальных сетей и рассказами там истории о тех людях, которые взяли животных взрослыми, кто-то из приюта, кто-то с улицы, все равно этот стереотип уже отчасти сломлен. И, конечно же, окончательно… И начинают уже понимать, что при этом не так страшно взять взрослую собаку, оно же все равно корректируется. И более того, сейчас действительно становится популярным направлением кинологии и зоопсихологии, то есть люди уже к этому относятся более серьезно и вдумываются в то, что это просто необходимо для некоторых собак. И многие у нас, забирая животное, например, либо сразу начинают приходить уже с кинологом на прогулки и задавать вопрос, как скорректировать поведение, как сделать так, чтобы им было удобно. Со многими собаками у нас занимаются кинологи даже до того, как мы начинаем их пристраивать, потому что есть какие-то проблемы, и мы понимаем, что с ними будет сложно. Поэтому это действительно очень хороший такой вклад вот этой науки в момент адаптации бездомных животных в семье. У нас многие специалисты даже выезжают на дом в семье, где вот недавно появилась собака из приюта, и приучают, помогают приучить, да, к месту, помогают объяснить, как собаке там, объяснить, что можно, что нельзя. Это дает более хороший устойчивый результат и снижает процент возврата. Люди берут, люди метисов, и в основном, вот когда приходят, забирают дворняжек, вот все-таки социальный статус этих людей. Насколько я понимаю, что чаще всего выбрасывают собак вот таких беспородных, дворовых, именно люди, ну, какая-то такая низшая прослойчка, прослойчка именно вот социально малообеспеченных людей. Зачем они тогда берут собак-то, я понимаю? Вы знаете, я бы сказала немного не так. Смотрите, вот среди людей, у которых нету каких-то действительно невероятных финансовых возможностей, как раз-таки намного больше людей, которые достаточно ответственно относятся к своим животным. единственная ситуация, в которой они очень не защищены, это сейчас крайне дорогостоящие ветеринарные услуги. То есть, если они сталкиваются с тем, что необходима какая-то очень серьезная операция или серьезное лечение в рамках интенсивной терапии, например, да, с хроническими заболеваниями, вот тут действительно им тяжело. Но, как правило, у таких людей ни одна собака и ни две собаки, ни одна кошка и ни две кошки. Мы очень часто помогаем людям, которые оказались в такой сложной ситуации, именно в плане лечения. Но они достаточно сердобольные, ответственные. И вообще, скажем так, финансовое положение, оно здесь не является определяющим в отношении того, как человек взаимодействует с животным. Мы с вами не говорим, конечно же, о людях с неким маргинальным статусом, потому что такие, к сожалению, тоже бывают. Они заводят животных. Вот буквально недавно там эвакуировали с балкона первого этажа щенка, а в шведской слободе там люди как раз-таки достаточно такого маргинального типа оставили его на несколько дней закрытым на балконе просто зимой. Просто погуляли, да? Да. Ну, а их не было дома, они его просто оттуда посадили, и люди ему складывали еду на этот балкон, потом в итоге залезли и его оттуда просто вытащили. У меня есть предложение сейчас. Время подходит к нашему сюжету. На этой выставке мы подобрали собаки-кошек, которым нужны владельцы, которых можно забрать к себе домой, то есть животных, которых можно забрать к себе домой, и тем самым сделать счастливой жизнь этих животных. Конечно, мы не всех сняли, но, может, даже из этого количества кому-то повезет. Сегодня у нас две кошки и две собаки. Итак, смотрим. У этого пса необычная кличка Каир. Порода метис, но по внешнему виду больше относится к лобаю. Уже пару лет живет в приюте и сейчас ему снова ищет нового хозяина. Может содержаться в уличных условиях на территории двора. По характеру довольно ласковый и адекватный пес. Охранять он может только своим внешним грозным видом. Прекрасно будет ходить по двору, никуда не убегает, не проявляет никакой агрессии, очень любит детей, очень спокойно относится к другим собакам. Если к нему первым не задираются, он не агрессивничает. Не лает лишнего, даже, скорее, наоборот, достаточно молчаливый для такой породы охранная собака. Внимание! В настоящее время Каиру ищут нового ответственного владельца и новый дом. Кто заинтересовался этой собакой, обращаться по телефону 8 917 019 18 27. Внимание! Этой собаке ищут нового ответственного владельца. Всего пару дней назад ее забрали из Отлова в приют сообщества Каштанка и дали кличку Прима. По характеру спокойная, адаптированная к проживанию на территории двора. Она больше домашняя, попала в Отлов, ее простерилизовали, вакцинировали, чипировали и отдали нам для пристройства, потому что она очень добрая, на улице вряд ли выживет, потому что она больше домашняя и очень ласковая, очень добрая, знает команды некоторые, очень хорошо знает поводок. Этой собаке по кличке Прима нужен свой добрый и порядочный владелец. Если вы заинтересовались данной собакой, звоните по телефону 8-927-755-3099. Этот кот с большими красивыми глазами нуждается в своем хозяине, обратите на него внимание, любители кошек. Его спасли, когда за ним гналась стая уличных собак. Немного повредили лапу, разорвали плечо. Хоккейку буквально вырвали из пасти. Не такая сильная травма, как оказалось. Котика подлечили, обработали, кастрировали уже и ищем сегодня дом надежных хозяев. Котик активный, не откажется от вкусняшек никогда, знает, когда человек приходит к холодильнику, очень хорошо знает, хлопанья дверьми холодильников, никогда не откажется покушать, умеет дружить с другими кошками, не боится собак. Видно, после того происшествия он на собак очень агрессивно настроен бывает. Котик красивый. Этому красивому коту нужен владелец. Обратите на Сему внимание и заберите его домой из приюта. Если он вам понравился, позвоните по телефону 8 927 261 0606 Симпатичный рыжий белый окрас непростая молодость и покладистый характер этому коту волонтеры ищут хозяина. На заре своей жизни жил в домашних условиях. Но так получилось, что после болезни владельца кошку часто стали видеть на улице, а потом и вовсе ее домом стала улица. Ее подобрали, определили в приют и сейчас ей ищут хорошего хозяина. Ей около двух лет. Она стерилизованно привита, полностью готова к переезду в новый дом. А по характеру как она? Она очень добрая, но сейчас, конечно, она немножко в стрессе, потому что собачки, люди незнакомые. Вот, а та очень добрая, адекватная. Клоточку приучена, как все точку тоже знает, дома ведет себя отлично. Очень ждем мам и пап. Если вам понравилась эта кошка и вы хотите стать ее владельцем, обращайтесь 8-927-017-50-22. А в следующих эфирах мы продолжим выкладывать видео визитки с этой выставки, а сейчас вопрос. Расскажите о последних новостях в плане работы приюта именно вашего. И вообще, кто у нас сейчас в городе будет отлавливать собак? Вы знаете, вот последние, наверное, несколько месяцев в этом плане стали некими передовыми, революционными, не знаю, как еще можно назвать, потому что в январе мы посетили с командой Нижний Новгород, познакомились с фондом Владимира Гройсмана и его, собственно, программой отлова, его ветеринарным госпиталем. Провели там день, собственно, для того, чтобы обменяться опытом и понять, наконец, как же решить проблему нашего большого региона. И, конечно же, основное, наверное, что изменится, это программа Сергея Симака, которую он разрабатывал очень много лет здесь, и сейчас мы ее стараемся реализовать совместно. То есть, это программа участковых опекунов. Что это такое? Ну, это так называемый патруль, да, то есть на каждом участке, город у нас разбит на эти участки, есть волонтеры и главный участковый, который мониторит ситуацию с бездомными собаками. То есть, где какие-то скопления большие, кто стерилизован уже, кто не стерилизован, формирует единую базу учета, смотрит, где эти горячие точки, соответственно, пытается найти контакт с собаками, которые не социальны, прикормить их, вызвать у них доверие для того, чтобы можно было их без каких-либо чудовищных методов ужасающих, просто приманить, вызвав доверие, поймать. Естественно, мы также планируем внедрить именно отлов в формате такого, да, применения наркозных препаратов для того, чтобы не травмировать психику животного. Вот вы, наверное, предугадываете мой вопрос, будут ли какие-то все-таки инновации, изменения в отлове, в самом отлове. Сколько, как говорится, можно бегать с этим сачком и его накидывать на одну собаку, а остальные все разбегаются? У нас есть четко три группы животных, да, в плане вот направления этой деятельности. Первая группа это животные, которые пойдут с нами вообще без всяких проблем. Вторая группа это животные, которые могут только... Вот хорошо, вот опять же, люди жалуются на то, что именно ловцы и те вот спецмашины приезжают и отлавливают собак, которые доверчиво подходят к этим ловцам и к людям. А стоит ли таких собак отлавливать? Ведь если они не представляют какой-то угрозы... Для стерилизации. Только для стерилизации. Конечно. Ну, а если это собака уже с клипсой, ее же не отлавливают? Если это собака с клипсой, видите, с чем сталкивается сейчас наш город? С тем, что из-за того, что собаки выпускались слишком большими партиями, если так можно сказать, даже с этими клипсами, они сбиваются в стаи и находятся рядом часто с объектами инфраструктуры городской, такими, как детские сады, школы, какие-то лечебные заведения, где пожилые люди могут просто элементарно их испугаться. И, конечно же, мы задали этот вопрос в Нижнем Новгороде, когда там были, и нам четко пояснили, что, конечно же, высаживать по 20 голов это недопустимо. У них есть четкое правило 3-4 собаки, и четко там, где их взяли. Вот не дальше, ну, если это, конечно, не противоречит и не является прям каким-то камнем преткновения. Вот, поэтому, так как, к сожалению, до нас так и не была создана единая система учета, то есть нет никакой базы, где все бы это было зафиксировано, и мы могли четко открыть и понять, что номер 231, эта собака такая-то, у нее то-то, то-то и то-то, и прикреплена она за Ивановым, ну, грубо говоря. А что, вот так сложно создать эту базу? Нет, не сложно, просто нужно захотеть, и мы этим сейчас обязательно планируем заняться, поэтому нам придется, к сожалению большому, все бирки, которые были установлены до нас, переменить. А, то есть опять отлавливать эту же самую собаку? Ну, мы не будем ее увозить, естественно, для этого, я думаю, что мы будем стараться это сделать все на месте, опять же, для того, чтобы не пугать животных, с помощью опекунов, людей, которым эти животные доверяют, и, соответственно, уже используя местную какую-то там анестезию, просто эту бирку снять, потому что нынешние бирки очень травматичные, они вызывают проблемы и отторжения, а те бирки, которые мы подсмотрели в Нижнем Новгороде, нам очень понравились, они просто... А там что там за бирки? Они напоминают женские сережки. А-а-а. Маленькая легкая бирка, которая легко прокручивается в ухи. Я потому что видел, вот мы были там в Турции, где-то ездили, так сказать, не по туристическим местам, и я смотрю, за нами прямо вязался пёс, такой классный, и у него такая же бирка, примерно такая же клипса, она также через ушки сделана. Вот. То есть, а вы все предлагаете просто сережку. Она сделана будет так же в ухе, вопрос просто в методе её установки. То есть, сейчас клипса не имеет возможности прокручиваться, тем самым она вызывает именно отторжение. Да. А это будет крутиться вокруг своей оси, и тем самым не будет ни собаку напрягать, и будет нам давать понять, что эта собака уже стоит у нас на учёте. Противостояние людей, когда идёт отлов собак. Мы хотим как раз таки... Некоторые говорят, заберите эту собаку, а некоторые говорят, ой, что же вы сделаете, и даже, вот я знаю, есть нападение на ловцов. Да, это известный факт, но мы очень надеемся, что нам удастся найти, да, эту какую-то золотую середину, потому что люди прекрасно понимают, что мы до этого уже более семи лет занимаемся помощью животным, и, очевидно, увозить и кого-то убивать мы не собираемся. Если человек действительно... Люди, значит, люди, понятно, что люди не знают закона о том, что нельзя сейчас усыплять и убивать собак. Ну, дело же здесь, понимаете, всё в репутационном моменте, очень много было случаев, когда собак забирали последние годы, и они умирали просто в момент отлова, задыхаясь на петле элементарно. Конечно же, у людей вызывает недоверие даже сам процесс, поэтому они могут даже не доехать до того места, где кто-то потенциально может им навредить, и именно это вызывает вот такое столкновение, то есть люди противодействуют тому, чтобы было стерилизовано как можно больше животных, а мы с вами, если не стерилизуем, там, грубо говоря, практически 100%, мы с вами никогда не остановим этот прирост, потому что понятно, что, скажем так, внедрив эту программу, выйдя на контракт и сделав ее постараться максимально хорошо, мы все равно оставим на улицах очень много животных, так как у нас на данный момент сейчас нет места, где мы могли бы такой объем содержать, поэтому мы в любом случае продолжаем двигаться в направлении строительства центра, на содержание практически двух с половиной тысяч особей, для того, чтобы мы могли из вот этих горячих точек животных постепенно забирать на пожизненное содержание и оттуда уже пристраивать. У меня есть вопрос, но давайте я задам его после того, как мы посмотрим сейчас сюжет. Сюжет о новом или давно забытом старом увлечении выборка вещи или выборка по искомому запаху. Кстати, метисы или беспородные собаки обладают от природы хорошим обонянием, его лишь нужно чуть-чуть развить в нужном направлении. В шестой раз в выставочном центре Экспо-Лога проходит выставка «Друг человека». Под лозунгом «Возьми друга из приюта». Любое животное, будь то собака или кошка. Два дня и около 60 животных кому посчастливилось уйти в свой дом новому владельцу. Мы сегодня пришли сюда специально для чего? Чтобы взять питомца. А почему именно котика, а не кошку большую или там большого кота кошку? Ну, ребенок захотел, маленького котеночка, мальчика. А хорошо, вот взрослые кошки и коты, они же все-таки уже привычны к лотку, а здесь вдруг не привычны. Нет, у нас есть опыт приучения к горшку и нормально, а большой кот мы боимся, что не приживется. Мы тем более в частном доме живем. Торжественное открытие приветственной речи участникам и гостям выставки от официальных лиц и два дня общения горожан с животными из приюта. На самом деле очень важное мероприятие, оно важно и для работников приютов, потому что позволяет им коммуницировать вместе, находить большее количество потенциальных новых хозяев для животных. Очень важно и для самих людей, потому что здесь можно увидеть, что собака или кошка, которая бегает у вас во дворе или которая осталась от кого-то из родственников, ее не нужно бросать, ее можно приютить, дать ей новый дом, и она вам откладит своей любовью и привязанности. Налево пойдешь собачки, направо кошечки, а в центре выставочного зала показательные состязания по специальным дисциплинам. И зрители с интересом наблюдали, как собаки что-то искали в капсулах, выполненных под видом желудей. И все это называется ноузворк. А что это за дисциплина по конкретнее? Это поисковая дисциплина, где собачки учатся искать искомые вещества, но в отличие от таможенной службы мы ищем легальные вещества, в данном случае у нас по нормативу это коричка, апельсин и гвоздика. Это что, это какие-то порошочки или какие-то приправки? Мы используем специи, это целая палочка корички, сушеная корка апельсина и соцветия гвоздики. Сначала желуди, а чтобы усложнить задачу собакам, далее используют специальные круглые баночки с закрытой крышкой. Каждый выход для участника, владельцев собак, это своего рода как экзамен и волнение за правильный ответ. А для чего это вам надо? Ну вообще это плотный контакт с собакой, мозговая деятельность для собаки и в принципе для хозяина тоже, потому что ты учишься с ней контактировать и понимать ее сигналы. Отличие ноу-сборка от других специальных поисковых дисциплин заключается в том, что здесь не требуется долгих подготовок. Специалисты говорят, что уже после 10-го максимум 15-го занятия собака понимает, что нужно искать, а владелец уже знает, как собака может обозначить запах, который ей дали первоначально понюхать. И самое главное, раскрыть поисковые способности у своего питомца можно независимо, породистый это пес или обыкновенная дворняга. Единственное, с кем-то придется позаниматься меньше по времени, с кем-то побольше. Ну, во-первых, да, мы разобрали, что собак добрых, я так понимаю, ловить не стоит, но стоит их ловить, потому что мы их стерилизовали, да? Конечно. Вот. А теперь по способу отлова, значит, вы собираетесь как-то работать с ловцами? Конечно. Или с людьми, которые идут на эту работу? И опять же надо понимать, что все-таки люди должны психологически устойчивы вот к такому стрессу, когда он бежит за собакой, хватает, и она... У нас никто не будет бежать за собакой, потому что для собак, которые неконтактные, мы будем применять только методику стрелка, да? То есть это того, что человек будет использовать препараты седативные, соответственно, которые будут с определенного расстояния доставлены до собаки, и собака будет спать. А если хорошо, вот мы поразили собаку, этой стрелой, и она все-таки какое-то время бегает, бегает и куда-то забивается. Ведь раньше было... Вот бежать как раз надо после того, как в нее попали, и смотреть, куда она бежит, потому что у нас есть определенное количество времени, пока препарат подействует седативный, и за это время, конечно, она может куда-то перебежать. Это такой самый непростой момент, но это намного лучше, чем пытаться поймать такое животное на петлю или набрасываться на нее. А если вот как-то вот место, раз резко там мы его огораживаем большой сеткой, и вот они... Есть у нас... Как рыбу загоняем ее. Есть, скажем так, территории, на которых это возможно, но, к сожалению, есть территории, где этого не сделать никак. Поэтому тут нужно исходить из каждого конкретного случая. Я считаю, что отлов не должен быть стихийным, потому что сложных особей нужно ловить только подготовленно. Мы должны уже с каким-то планом приезжать, и не всегда это может получиться с первой попытки. Наша основная задача, чтобы и овцы были целы, и волки сыты, по-другому никак, чтобы и животное не было травмировано психологически, потому что вот ситуация сейчас буквально разворачивается. На предприятии жила собака, ее забрали на программе стерилизации, ловили ее на петлю, мужчины, естественно, вернули ее обратно, и у нее просто необоснованная агрессия теперь на всех мужчин. То есть она покусала мужчин на территории предприятия, и теперь они требуют ее, не знаю, чуть ли не убить, убрать, хотя собака два года жизни там прожила. Мы не можем травмировать психологически животных, потому что им нужно как-то продолжать жить дальше на улицах города и быть безопасными для людей. Это очень важный момент. Ну что же, большое спасибо. Очень приятно было с вами сегодня беседовать. Итак, во время нашей передачи стремительно бежит к финалу. Еще раз напоминаю, что прежде чем взять собаку домой, подумайте, сможете ли вы гулять и достойно ухаживать за ней. Ну и, конечно, если вы забрали, то все-таки не поленитесь обратиться к кинологам, которые работают с метисами и собаками из приютов. Обратитесь и пройдите курс дрессировки. Кстати, коррекция нервной системы это не отдельная какая-то программа, это все делается в совокупности с дрессировкой на площадках и в группе собак. Всего вам доброго и все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok